Турнир по рукопашному бою в памяти нашего земляка, курсанта военной академии Дмитрия Гвишани, трагически погибшего в 1999 году, город над Богом принимает в 14-й раз. Чемпионат не только привлек большое количество спортсменов, около 150, но и сменил статус, став международным. Приезжают люди, которые уже побывали на нашем турнире в статусе межгосударственного, знают уровень соревнований. Они приезжают сюда и учиться, и показывать нам. Сборная Украины за прошлые годы всегда приезжала с медалями. Это очень сильная команда. Российские представители – это люди, которые знают, что такое рукопашный бой. Ну, естественно, наша сборная. Патриотическое воспитание, а также подготовка юношей к службе в вооруженных силах Беларуси – одна из приоритетных задач соревнований. В открытии турнира, который проходит под эгидой Белорусского республиканского союза молодежи и управления спорта и туризма Брестского облсполкома, принял участие отец Дмитрия – Борис Гвишани. Наш сын Дмитрий Гвишани некоторое время в школе ходил в секцию и занимался рукопашным боем. Это довольно серьезный вид спорта. И, конечно, я как отец и так считают и все спортсмены, воспитывают в этих ребятах мужество. Благодаря вот таким примерам нужно думать о будущем нашей молодежи, в первую очередь показывать и воспитывать. А на чем же еще воспитывать, как ни таких примерах героических, которые совершил Дмитрий Гвишани. Традиционно турнир собирает представители из трех стран – Белоруссии, России и Украины. В Брест спортсмены приезжают, чтобы повысить свою соревновательную практику и встретиться с коллегами. Безусловно, основная цель – приобретение спортивного опыта. Но я считаю, что еще большее значение имеет взаимодействие по воспитанию молодежи, в том числе патриотическому. Совсем другое информационное поле в Белоруссии, совсем другая организация работы. Сегодня на татами вышли представители различных видов единоборств – рукопашного боя, карате, бокса, ушу-саньда, тейквондо, дзюдо, борьбы. Спортсмены соревнуются в двух возрастных группах – 16-17 лет, а также 18-и старше. И более чем в 10 весовых категориях. Довольно хороший турнир, соперники тоже довольно все хорошие, как в стойке, так и в борьбе. Впечатления лучше, много соперников, много с кем можно подраться. Буду проводить, работаю над ошибками по психологии. Ну, как-то так. Для одних спортсменов – это хорошая проверка сил и мастерства, для других – возможность попробовать себя в качестве рефери. С участниками до 18 лет добились хороших успехов. Многие вышли в финалы. Хочу еще сказать, что в прошлом году именно Брестская область в лице Брестской области «Динамо» заняла первое место. То есть переходящий кубок пока что находится у нас. И поэтому надеюсь, что и в этом году нам улыбнется удача, и все-таки кубок останется дома в Брестской области, в «Динамо». Ну, желаю, конечно, удачи ребятам. И очень сильно на них надеюсь. Общекомандное первое место и переходящий кубок турнира остался в Бресте. Своё высокое спортивное мастерство вновь подтвердили «Динамовцы». Переходящий в импел лучшей команде от семьи Дмитрия Гришани вручен военной академии Республики Беларусь.